Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Смотрите выпуски. Разберемся с компенсацией. Кому, когда и сколько вернут от взносов за капитальный ремонт. Датчики зарыты. Дорога под контролем. Первый метеопост установлен в Удмуртии, что фиксирует и не дает ли сбоев. Тариф вырастет. Городоначальник рассказал, когда ижевчане узнают, сколько будут платить за диплом. Старейший вуз Удмуртии отмечает юбилей. Факультеты невест и женихов готовятся к капустнику. Александр Соловьев потребовал у правительства усилить работу с федеральным центром по привлечению финансов. Сегодня прошло совещание, на котором министры отчитывались, как отрасли освоили федеральные деньги. По статистике, только пять министерств смогли привлечь в республику больше средств, чем в прошлом году. Среди них дорожники, Министерство образования, соцполитики. Однако в целом поток дополнительных поступлений с федерального бюджета снизился на полмиллиарда. Причем из тех, что поступили, освоено 77%. До конца года ситуация должна быть исправлена, потребовал глава. Чуть меньше месяца осталось у пенсионеров региона, чтобы обратиться за компенсацией расходов на капремонт. Прием заявок закончится 15 декабря, а когда будет возврат, та самая компенсация, кому и сколько, разбиралась Елена Керн. Также по квитанции будете платить взносы. Такую же сумму мы будем перечислять вам 50%, практически 110 рублей, на почте будете их получать. А Левтини Кондратьевне уже девятый десяток, льготница, ветеран труда. У нее пять правнуков и пять внуков, которые рассказали бабушке о новом федеральном законе по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. Пенсионерка отправилась в отдел соцзащиты по месту жительства. Я пришла сегодня задавать документы по капитальному ремонту. И все девочки оформили. И я благодарю государство, что нам сделают облегчение. Хоть маленький ручеек, но в карман потечет. Сказали, когда компенсация придет? Сказали, в декабре месяце. А потом уже будет января. Компенсацию получат и льготники, и нельготники. Сначала про льготников. Те, кому за 70, компенсация за ЖКУ заложена в ежемесячную выплату, то самое ЕДК. 80-летним положено 50%. У пенсионеров-нельготников компенсации 50% и 100% соответственно. Мне уже 77 лет, я имею право на 50%. Но, казалось бы, поскольку я ветеран боевых действий, ветеран труда, я уже не рассчитываю на такую компенсацию. У каждого индивидуальный подход к этому вопросу. Тут и собственность должна быть. Тут и оформление, чтобы одиноко проживаешь. Тут и чтобы льготник не мог. То есть, вот все эти вещи мы стараемся людям объяснить. Критериев для предоставления компенсации несколько. Учитывается и возраст, и состав семьи. Компенсации предоставляется не на всю квартиру, а на нормы площади. На одиноко проживающего пенсионера это 33 квадратных метра. На семью из двух человек – 42 метра. Чем больше человек прописано, тем меньше нормы. На сегодняшний день уже поступило к нам порядка трех тысяч всего заявлений. То есть, не так много людей, которые проживают одиноко, которые проживают в составе семьи, состоящей только из неработающих пенсионеров. У многих бабушек и ведушек в квартире прописаны внуки, правнуки, дети, не достигшие пенсионного возраста. Вот, к сожалению, они права на эту компенсацию не имеют. По предварительным подсчетам, правом на компенсацию могут воспользоваться более 50 тысяч пенсионеров региона. Деньги на компенсацию выделил федеральный бюджет. Елена Керн, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». На 6,5% вырастет тариф на теплоснабжение в Ижевске. Предварительные цифры сегодня озвучил глава города после очередного совещания о концессии СУКС. По словам градоначальника, из 6,5% 4 индекс инфляции, только 2,5% в рамках концессии. Рост тарифа неизбежен и произойдет летом 2017-го. Юрий Тюринг подчеркнул, размер увеличения платы пока примерный. Сейчас к вопросу подключилась Минэнерго. Окончательный вариант концессионного соглашения планируется принять на декабрьской сессии Гордумы. А завтра депутаты должны утвердить индекс предельного тарифа. «То, что надо принять на сессии, это предельный тариф по коммунальным услугам, что нужно принять на этой сессии. Само соглашение можно принять и на следующей сессии в декабре месяце. Поэтому вопрос о согласовании соглашения за Городской думой я отозвал, но это не значит, что мы остановились. Ни в коей мере». По словам Тюрина, познакомиться с текстом концессионного соглашения сможет любой горожанин. В ближайшее время документ будет опубликован на официальном сайте Ижевска. Вот предупредить горожан о ремонте аварийного Тимирязевского моста ижевские власти забыли. Жители недоумевали, почему мост оградили. Кто-то продолжал ходить по нему, рискуя, кстати, жизнью, а кто-то искал обход, сомневаясь в целесообразности. «Да, действительно, информационной таблички не было у нас. Но ограждающие щиты стоят, чтобы на строительный объект не проходили жители и дети нашего города. Укажем на недостоверную информацию. Информация будет вывешена». «Такое часто происходит, да, что нет таблички?» «Ну, я думаю, что это первый раз. Очень спешили с этим объектом. Еще раз говорю, объект аварийный». Кстати, сразу же после этого интервью табличку на месте ремонта повесили. Примерный срок сдачи моста – 20 декабря. Федеральная трасса в Удмуртии теперь под круглосуточным присмотром. На основной дороге региона заработали семь метеопостов. Это уникальный комплекс, который считывает показатели, важные как для дорожников, так и для водителей. Сработала ли техника в первые зимние катаклизмы, выяснила Оксана Кудякова. Эта камера видит на полкилометра вперед, что делается на объездной дороге Ижевска. В дополнение к ней несколько датчиков, способных определить направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха. Но и это не все. Под асфальтом вот здесь находится еще один прибор. Он следит за состоянием дорожного покрытия. И таких метеопостов по республике будет 9. 7 уже в работе. Буквально на той неделе был светильный снегопад. И в одном из районов, в Игринском районе, в Нурской республике, на федеральной дороге был небольшой затор. Фура не могла подняться. Соответственно, мы увидели эту ситуацию и приняли решение о том, что необходимо просыпать, необходимо туда направить автогрейдер, для того, чтобы помочь фуре подняться. За информацией с метеопостов можно следить круглосуточно в режиме онлайн. Причем с любого гаджета, объясняет Максим Корняев, уже у себя в кабинете. Федеральную трассу под такой контроль в Удмуртии взяли в этом году. Места, где установили метеопосты, это самые сложные участки. Поэтому доступ к данным обеспечили для всех, от кого зависит дорожная безопасность. Мы можем сразу посмотреть практически всю Удмуртскую республику, где проходит федеральная дорога. Начиная с Солнашского района, заканчивая Дебёвским районом. Данная система находится в пользовании непосредственно Говядского правтодора. Миндор-Транса, МЧС, ГИБДД. То есть мы не скрываем никакие эти данные. Кто именно оперативные службы, кто взаимодействует с автомобильной дорогой, кто работает на дороге, может в онлайн-режиме также, как и мы, отслеживать, принимать решения соответствующие. В этом списке есть и подрядчики, которые отвечают за содержание участка федеральной трассы, что проходит через Удмуртию. Запасы реагентов есть почти 30 тысяч тонн. Техники больше 100 единиц. А вот где она может оказаться наиболее востребована, теперь подсказывают метеопосты. У нас доступ к этой информации и с мобильных устройств, и через интернет. Мы можем посмотреть всегда, что творится на наших дорогах. Дорожная обстановка меняется всегда очень быстро, и поэтому нам информация нужна очень качественная с дорог. И не со слухов именно, с каких-то странных телефонных звонков, там всё пропало, да, а именно достоверная, качественная информация. Под контролем все районы, где проходит федеральная трасса, кроме Дебёсского. Там оборудование появится уже в ближайшие дни. Увеличивая количество метеопостов специалисты не планируют. Уверены, пока этого достаточно. Оксана Худякова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Встретить 2017 год без долгов, предлагают судебные приставы жителям Удмуртии. С сегодняшнего дня они переходят в усиление. Выявлять злостных неплательщиков будут активнее. В первую очередь по исполнительным производствам и взысканию задолженности по налогам и страховым взносам в пользу пенсионного фонда. Должники, которые запланировали новогодние каникулы за границей и не оплатившие задолженность свыше 10 тысяч рублей, не смогут покинуть территорию Российской Федерации. Поэтому призываем граждан своевременно оплатить свои долги. Судебные приставы будут дежурить в торговых центрах, на вокзалах. А в эту пятницу, 18 ноября, судебные приставы ждут всех желающих у себя в управлении. На день открытых дверей тема «Алименты». Хотя и на другие вопросы инспекторы тоже будут отвечать. На прием можно записаться. Телефон на экране. Бабушки из Буранова повторяли правила дорожного движения. Сегодня вместе с детьми. В канун Дня памяти жертв ДТП инспекторы ГИБДД и всемирно известные пивуни провели урок, напомнив детям правила жизни. «Угадай песню» такой игрой порадовали знаменитые пивуни своих гостей. Тороклассница из Воткинска угадала все, знает злато и правила дорожного движения, вызубрила после того, как сама нарушила. «Я перебежала на красный цвет. Меня там мои одноклассники на другой стороне ждали. Я думала, что я смогу перебежать дорогу к ним. Но не успела перебежать, и меня сбили». Обошлось синяками и ссадинами, и таких, как злато, пострадавших в дорожных авариях, полный Бурановский клуб. Канун Международного дня памяти жертв ДТП со всей Удмуртии. Собрались дети, ставшие участниками происшествия на дорогах в этом году. Такие уроки инспекторы проводят с 2005 года. «Вы уже сами почувствовали, насколько это влияет. Секундное отступление от требований правил дорожного движения влияет на дальнейшую жизнь. Мне хочется, чтобы в этот день вы для себя твердо решили, что соблюдение правил дорожного движения – это гарант вашей безопасности на дороге. И в этом вы были бы примером для одноклассников, ваших друзей». Статистика неумолима. В 2015 году на дорогах погибло 4 ребенка. Нынче уже 6. Травмы получили почти 300 подростков. «Дети получают чаще всего травмы, участвуя в дорожном движении. Не по своей вине, а по вине водителей. То есть либо нарушение правил перевозки, когда взрослые не хотят использовать удерживающее устройство, либо когда ребенок пересекает проезжую часть в установленном месте, но водители его по каким-то причинам не замечают. То есть основная масса происшествий с детьми происходит за нарушение правил дорожного движения водителями и транспортных средств». Чтобы уберечь от беды на дороге, родители должны показывать детям пример, уверены бабушки из Бураново. Кстати, с 2013 года всемирно известные артистки и еще и внештатные сотрудницы Удмуртской госавтоинспекции. «Вот в этот раз дети идут оттуда, а этот, девяток, нет, все равно придет. Мы уже рукой машину, установить. И вот он едет, установит. Ух, материт-то вообще». «Вот так еще бывает. Чтобы девчонки пропускать, надо машину пропускать. Они так стараются, шоферы тоже всякие есть». «Мы когда ездим, видим, даже взрослые это нарушают. Не смотрят машину. Надо смотреть маленько. Вот, смотреть надо. Мы никогда везде смотрим, вот так вот переходим». Домой ребятишки разъехались с полезными подарками. Инспекторы раздали детям светоотражатели. В темноте они спасут маленьким пешеходам жизнь. Светлана Буланова, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». Равнение на молодых. В парламенте республики сегодня собрались самые молодые депутаты Удмуртии. Им всем до 30 лет. В райсоветы после осенних выборов их прошло больше 300 человек. Владимир Невостроев и его коллеги рассказали молодежи, как идет работа над проектом бюджетом. Задача – исполнить все социальные обязательства. Обращаясь к участникам семинара, спикер подчеркнул, что избиратели доверили им ответственную и важную работу. И это доверие нужно оправдать. «Очень активные ребята у нас в республике проживают. У них есть свое мнение в отношении того законодательства, которое есть, и республиканское, и федеральное. Много поступает предложений, с которыми мы в последующем выходим и на федеральный уровень. Так вот, те законодательные инициативы, которые были приняты Государственным советом в прошлом году в отношении материнского капитала, думаю, что они найдут отражение в федеральном законодательстве». Удмуртскому государственному университету 85 лет. Он был создан на базе педагогического института и дал старт истории развития высшего образования в регионе. О том, кто там учится сегодня и чему, а еще когда в УДГУ откроется территория интеллекта, расскажем прямо сейчас. Лаборатория органического синтеза УДГУ. Микроскопы, стеклянные пробирки и белые халаты. Егор Перевозчиков фанатеет от таблицы Менделеева. Он третий курсник и изучает одну из самых перспективных в мире наук. «Нравилась мне химия. Вот эти цвета, изменения, выглядят так, что хочется этим заниматься». А это тоже студенты УДГУ. Необычные, иностранные. Приехали в Ижевск изучать русскую лингвистику и всемирную математику. Испанка Анна, пакистанец Махсин и еще 300 иностранных студентов сегодня учатся в УДГУ. У университета 40 международных соглашений с вузами из 18 стран. «Здесь есть хорошая система кураторов, и они очень хорошие люди, они помогают нам, потому что здесь мы иностранцы». «Мне очень понравились преподаватели, люди, транспорт, вирусия. Только для меня эта погода, это слезные». Больше 25 тысяч студентов. Самому взрослому, кстати, 65 лет. Почти 3000 преподавателей, 7 учебных корпусов, 5 общежитий и даже ботанический сад. С таким багажом встречает юбилей университет. Из 270 образовательных программ в лидерах юристы и экономисты. Филологический факультет, факультет невест, а вот женихи в Институте гражданской защиты. Университет развивается. В планах новая лыжная база, учебно-лабораторный комплекс, а еще новое общежитие. Большой проект уже назвали «Территорией интеллекта». «Это такой межвузовский проект, который мы будем инициировать, который позволит нам делать регион более привлекательный, который позволит нам, все-таки, чтобы не происходила утечка наших абитуриентов в другие вузы. А для этого надо создавать условия. Для этого надо, чтобы были современные общежития». Университетские юбилейные торжества расписаны на весь ноябрь. В ближайшие дни коллективные собрания, студенческий капустник и праздничный вечер выпускников универа. Марина Баль, Елена Абуховская, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Чуть скромнее в этом году юбилей удмуртского телевидения. 60 лет. Мы продолжаем рассказывать о людях, которые создавали Республиканское ТВ. Сегодня герои нашего сюжета – известный и любимый всей Удмуртии дикторский тандем Вера Орлова и Александр Кузнецов. «Моя коллега с Камья начинала работать, Наталья Жиравина. В данном случае это снимок программы «День республики». На чёрно-белом снимке – одна из первых эфирных студий Ижевского телецентра. В эфире 77-го два человека – ведущие «Дня республики» Наталья Жиравина и Александр Кузнецов. В 75-м он поменял профессию инженера на дикторское ремесло, а заводское радио – на голубой экран. «Картинка – только ты в кадре. Текста много. Это было, конечно, и скучновато, но это просто жизнь была такая. Не было картинки. Допустим, очень много было протокольных материалов. Сегодня в Удмуртском обкоме партии состоялось собрание партийно-хозяйственного актива». О собраниях и решениях Удмуртского обкома в 75-м читала и Вера Орлова. Она тоже прошла конкурс дикторов и тоже победила. Первое время инженер-конструктор была внештатным сотрудником Ижевской телестудии на Пушкинской. Новости вела вечером после работы на автозаводе. А потом были программы «Сельская жизнь», «Звонкие голоса», «Школьная страна» и «Решение партии в жизнь». «Нам сразу дали очень серьёзные программы. Я не знаю, это, наверное, было очень серьёзным испытанием для телезрителя. Потому что всё равно мы, ну я, во всяком случае, не была готова. И вот ощущение, что я на своём месте, пришло, наверное, лет через 10 только». Чёткий слог, приятная внешность и добрая человеческая душа – то, что ценит телезритель, уверены дикторы. Много лет подряд телевизионный дуэт «Кузнецов-Орлова» от всей души желал счастья и поздравлял с днём рождения. Еженедельный большой праздничный проект «Желаем вам» стал визитной карточкой их гикторского тандема. Хотели в очередной раз песню в исполнении Софии Ротару «Сердце, сердце, золотое сердце». Мы говорим, она была на неделе, на прошлой неделе. Давайте другую. Нет, у нас мама любит только эту песню. У неё 75 лет один раз в жизни бывает. Поэтому только её. Была какая-то тёплая интонация, возможно. Во всяком случае, мне всегда хотелось сделать приятное, просто от всей души. Если там пишут такие хорошие слова о своих близких, то, естественно, мы проникались этими словами и старались донести это до того человека, кому адресовано. И чтобы к этому празднику присоединились все наши зрители. Их телевизионную пару многие считали супружеской. Кузнецова и Орлову разводили, потом вновь женили. В жизни у каждого диктора своя судьба. Вера Георгиевна до сих пор в телевидении, ездит на съёмки, монтирует. Александр Серафимович сегодня настоящий домосед. По крупицам собирает летопись своей 40-летней телеистории. Елена Абуховская, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас всё. Удачи вам и до встречи.